Здравствуйте, меня зовут Минвалей Иринац Султанович, сегодня у нас тема иммунитет с новейших позиций из того, что мы сейчас можем накопить. И наша задача сегодня будет рассмотреть иммунитет как именно система, которая с одной стороны нас защищает, а с другой стороны является основой многих патологий. И практически всех патологий к сегодняшнему дню мы обязательно находим там участие иммунитета, потому что давно нуждается наука, медицинская наука и практика нуждается в единой теории патологии. На сегодняшний день такой единой теории патологии нет, то есть есть практически две основных системы образующих патологий. Первое это внедрение инфекции, и эти заболевания носят название инфекционные, и так называемые внутренние болезни или болезни дегенерации, или еще какие-то там разные, которые вроде бы с инфекциями не связаны. В результате и там и там правда участвует всегда иммунитет, и сегодня мы с вами рассмотрим, что это такое и как через иммунитет можно весьма системно также повлиять на нашу заболеваемость, ну и заболеваемость всех остальных разными средствами, которые в том числе накоплены народной медициной, алюбедой в частности. Понятие иммунитет как термин, это термин, который означает невосприимчивость. Отсюда, кстати, дипломатический иммунитет, латинское слово невосприимчивость. То есть к нам внутрь что-то пытается внедриться, внутрь это значит во внутреннюю среду. Либо через отверстия, либо прямо непосредственно через покровы. То, что к нам внедряется, это всегда является чужеродным. Отсюда и название антиген. А то, что у нас внутри, это продукт той оплодотворенной клетки, которая дает те белки, наполняющие нашу внутреннюю среду. И то, что в этих белках обязательно присутствует какая-то уникальная специфичность, вызванная именно уникальностью тех сочетаний генетического материала, которые образуются при оплодотворении. Мы не только это видим на внешнем виде человека, который тоже является результатом декодирования той молекулы ДНК, которая образовалась. Именно поэтому мы идентифицируем личность по биологическим признакам. В первую очередь это лицо на паспорте, на фотографии на партнете. А с некоторых пор еще и так называемые биометрические показатели. То есть, собственно, отпечаток пальца. Вначале в криминалистике, теперь это и в идентификации личности принимает участь. Это все задано геномом. Поэтому это не меняется. И вот эта уникальная специфичность должна чем-то поддерживаться. То, что ее поддерживает именно иммунитет, это, собственно, та информация из учебника, которую мы с вами уже здесь обсуждали. Я еще раз ее повторю, потому что она все равно остается. И часто ее неправильно понимают, потому что за иммунитетом сразу видят какую-то такую универсальную отмычку от всех болезней. Укрепляете у себя иммунитет, и вы, выпив от Тимэль, дойдете до Байкала. Вот то мнение, которое формируется часто через вот эти информационные дурилки, в том числе через средства масс-информации, что надо держать иммунитет крепким. Все здорово, все замечательно. Только на сегодняшний день иммунитет это не только защита, но и патология. Причем патология, которая практически становится универсальной с годами. Итак, что возникает тогда, когда, пока классическую схему, к нам попадает антиген разными способами. Ну, то, что ему противостоит, покровы, это уже, собственно, некоторая иммунная функция кожи. Просто механическое воспрепятствование попаданию. То есть, мы можем находиться в любой достаточно грязной среде, то есть, насыщенной всякими антигенами. Это, конечно, неприятно, но за счет того, что у нас есть неповрежденная кожа, мы очень многое можем себе позволить. Конечно же, через отверстия, это пищевой и дыхательный путь, к нам могут попадать множество всяких антигенов. Мы еще это рассмотрим. Но вот и там, и там тоже есть покровная. Правда, когда мы уходим с поверхности тела, покровная ткань истончается. Если кожа у нас многослойная эпителия, то есть, много слоев кожи, причем наверху, прямо вот черепица отшелушивающегося эпителия, то уже в дыхательных путях это всего-навсего два слоя клеток. А дальше покровная ткань, это практически, то есть, внутренняя покровная ткань, она называется эндотелий, в противоположность эпителию, которой снаружи. Это уже однослойная ткань. Один слой клеток всего противостоит. И здесь он уже не обладает такими механическими свойствами, обеспечивает преграду, и должно быть довольно проницаемым. Поэтому здесь как раз и предусмотрены всякие системы разрушения, в первую очередь, чужеродной генетической информации. Потому что вот здесь у нас геном, порожденный клеткой при оплодотворении, а здесь геном, порожденный клеткой другими организмами. И когда они к нам попадают разными путями, ну, самый массивный – это пищевой, то задача организма – разложить этот белок на составляющие. И насколько успешно, например, система пищеварения это сделает, мы предохраняем себя от попадания вот этого чужеродного антигена. А то, что к нам попадают разными путями другие носители антигенов, которые уже лезут к нам, выражаясь таким образным языком, на танке. То есть одно дело просто поток какой-то грязи, который можем отстранить, а другое дело, когда они снабжены какими-то средствами передвижения. Это, в первую очередь, сами микробы. Микроорганизмы, которые всегда на своей поверхности несут, во-первых, белки, во-вторых, полисахариды, которые тоже представляют собой некоторую последовательность органики и которые тоже могут вызвать ответ иммунитета. Собственно, по нему она обеспечивается. При попадании к нам во внутреннюю среду этих микробов, вот это и называется обычно инфекция. То есть к нам что-то попало. Им, это значит внутрь. То задача иммунитета отследить их появление. И здесь две системы работают в иммунитете. Первое, треточный, неспецифический иммунитет, который открыл Илья Ильич Мечников. Собственно, за это получил Нобелевскую премию. И он эту Нобелевскую премию разделил с Паулем Эрлихом, немецким физиологом, который открыл гуморальный иммунитет. А разделил их, потому что это две стороны одного иммунного механизма. Клеточный иммунитет. Это клетки, которые Илья Ильич Мечников просто увидел в микроскоп и определил, увидел, как они действуют. Они действовали вот так. Обволакивает эту клетку чужеродную, а потом просто съедает. Потом он эту съел, следующую подходит. Вот эти клетки, получившие название макрофаги, или пожиратели, относящиеся к классу белых кровяных телец или лейкоцитов, они образуют тот иммунитет, который является базовым. Вот как кожа у нас базовый иммунитет, то есть иммунитет, который нам дан просто от рождения. Так и этот иммунитет, отсюда получил название врожденный. Или неспецифический. Неспецифический, потому что он каким-то образом определяет, что это чужеродная клетка. На самом деле, как потом выяснили, макрофаги ощупывают все клетки у нас внутри. Ощупывают их постоянно, потому что на поверхности всех клеток, которые образовались из той первой оплодотворенной клетки, и из которых потом образовался весь этот сложный организм, всегда есть специальные белки, которые на поверхности клетки являются уникальными идентификаторами этой клетки, как клетки данного организма. Для лучшего понимания это я все обычно обозначаю термином паспорт или удостоверение личности, которое проверяет макрофаг, он же полицейский. И если это удостоверение личности не соответствует, то есть оказался там какой-то другой белок, вот который здесь, то он эту клетку изолирует, то есть если брать аналогию с полицейскими, то они вас просто отведут в участок до выяснения личности. Но в организме это все более жестко, там просто вас съедят. И этот иммунитет работает, работает достаточно успешно, но ровно в том объеме, в каком он может позволить себе при контактах взаимодействия с внедренными антигенами их вовремя съесть. Микроорганизмы, как только оказываются у нас во внутренней среде, они на самом деле, находя шикарные условия для питания, тут же размножаются, и в итоге это размножение идет по закону геометрической прогрессии, если вы не забыли еще математику в школе, в непрерывном варианте это экспоненты с отрицательным коэффициентом. Вот так она выглядит, и означает, что через некоторое время их будет очень много. много настолько, что макрофаги, если не успеют поймать инфекцию вот на этой стадии, вот здесь они уже бесполезны, потому что количество микробов будет больше, чем количество наперед взятых всех ваших макрофагов вместе взятых. Конечно же, они эту ситуацию решают, эти макрофаги. Конкретно макрофаг выделяет специальные вещества, поскольку он живет не сам по себе, а он живет в команде, это целая армия, и он может позвать на помощь, буквально вот он это и делает. Выделяя специальные вещества, называемые медиаторами, или посредниками, он дает сигнал, по которому другие макрофаги сбегаются на это место. Сбегаются они натурально, потому что это иммунные клетки, практически все обладают самостоятельной подвижностью у нас внутри. И вот эта самостоятельная подвижность является одним из принципиальных отличий от всех остальных клеток нашего организма, которые, как правило, остаются в том месте, где они образовались, а если перемещаются, то перемещаются только пассивно. Вот, например, другие клетки крови, красные кровяные тельца или эритроциты, они двигаются просто стоком крови. Сами по себе они двигаться не могут. Лейкоциты или белые кровяные тельца, куда входят иммунографаги, двигаются. И скорость их передвижения, на самом деле, означает также то, с какой скоростью, за какое время, в нужном месте окажется нужное количество этих макрофагов. Это принципиальное положение, потому что одно из условий снижения иммунитета, это как раз снижение скорости вот этих макрофагов. А снижение скорости макрофагов, которые не могут вовремя оказаться в нужном месте, определяется очень простым внешним фактором. Этот фактор – температура. Потому что любая клетка, двигаясь, тратит энергию. Одновременно, находясь в более холодной среде, она делает, начинает двигаться все меньше и меньше, потому что все биохимические процессы, на самом деле, в том числе и процессы, обеспечивающие движение клетки подвижной, они являются температурозависимыми. Температура снижается, клетка двигается медленнее. Двигаясь медленнее, она не может добраться до нужного места в нужном количестве. В результате пропускается момент, когда можно было бы справиться с помощью врожденного иммунитета. Он, конечно, со многими инфекциями справляется, но с теми, с кем он не справился, он уже дальше практически бесполезен, и приходится подключать другие средства иммунитета. К ним мы сейчас еще перейдем. Но тут важно понимать, что когда у вас уже начинается болезнь, а эта болезнь является, по сути дела, борьбой с инфекцией, мы сейчас пока рассматриваем только инфекционные заболевания, то справятся с ними уже клетки, которые тоже обладают способностью к размножению. То есть справиться с ними, вот с теми, кто размножается, может только тот, кто тоже способен размножаться. Эти клетки называются лимфоциты. Макрофаги могут производиться только из стволовых клеток и дальше уже не размножаются. А лимфоциты, хотя и производятся из стволовых клеток, но они способны себя удваивать. Причем скорость их гораздо выше, чем скорость многих наперед взятых инфекций, которые у нас внутри могут оказаться. Благодаря этому они, конечно, с некоторым запаздыванием это делают, но через некоторое время их количество превзойдет, количество клеток, которые на тот момент времени получились из микробов, из тех микробов, которые вам внедрились. Откуда они берутся, эти лимфоциты? Так правило, мы знаем такой термин Т-лимфоциты. Буквка ТЭ это тимус, орган, в котором происходит дифференциация этих лимфоцитов из стволовых клеток. То есть вначале стволовая клетка попадает в тимус, туда же, кстати, подходит макрофаг, который не просто предварительно съел эту клетку, а он часть того материала белкового, который он там перерабатывает, выставляет у себя на мембране. фактически это некоторый аналог того, что называется иммунной памятью. Только в случае макрофага, это кратковременная память, и она определяется временем жизни конкретного макрофага. Это где-то 10 максимум дней. Вот когда он доходит до тимуса и может передать вот эту информацию, вот это самая загадочная часть современной иммунологии, и как это происходит. В результате чего появляется новый лимфоцит, у которого в геноме, вот если мы обозначим это вот с такой кругляшкой, уже в геноме сидит команда на уничтожение конкретного антигена. Такой лимфоцит, который несет в себе вот эту команду, встретив клетку, у которой этот антиген присутствует, то есть этот белок присутствует на мембране, он ее съест сразу же. А поскольку их количество достаточное, такая теория иммунитета, которая сейчас является общепризнанной, называется клональный, то есть это клон лимфоцитов, который образует большое количество клеток, и это количество клеток просто банально сжирает все микроорганизмы, которые у вас образуются. И происходит это вот в этой точке, когда их становится больше. На самом деле вот это во времени, если обозначать, это время, когда вам становится, вот если здесь вам становится плохо, здесь становится хуже, а здесь как? Хуже дальше некуда. Вот это хуже дальше некуда называется кризис. И дальше два варианта, либо вы умрете, либо вы выздоровеете. Вот это стандартное развитие любого инфекционного процесса, когда вы получаете инфекцию, потом с этой инфекцией живете некоторое время, а после этого выздоравливаете. Причем в этом случае не обязательно вас лечить. Просто вероятность того, что вы умрете, достаточно высока. Чтобы этого избежать, как раз современная медицина использует разного рода поддерживающие средства. Это в первую очередь антибиотики, если это микроорганизмы, если это вирусы, то там все равно, как было, так и остается. Ждем, когда ваш иммунитет с этими вирусами справится. Просто, как правило, когда растягивается во времени борьба с вирусами, к этому начинают подсоединяться еще и бактерии. И те антибиотики, которые применяются достаточно широко, они направлены только на бактерии, на вирусы, они бессмысленны. Но с вирусами все равно справляется ваш иммунитет. Знаменитое заболевание, которое многим из вас известно под названием грипп, типичная вирусная инфекция, она вообще ничем не лечится на сегодняшний день. Просто ничем. И все разговоры о том, что есть какие-то, вот принимайте такие-то там, это все бессмысленно. Вам поможет только средство поддержания вашего иммунитета. Сидят и ждут, когда вы выздоровеете, грубо говоря. Другое дело, что наш иммунитет обладает достаточными средствами, которые могут это сделать. И лучше всего они сработают тогда, когда вы не мешаете собственному иммунитету. Лучше всего иммунитет работает ночью, конкретно во сне. На эту тему есть масса всяких русских народных пословиц. Ляг до усни, встань до будь здоров. И сон лучшее лекарство. Это не просто так было подмечено, потому что даже средство, которое называется антигриппин, на самом деле имеет только одно активное начало там. Потому что аспирин там просто снижает вам температуру. Витамин С, просто потому что есть некая вера в то, что витамин С нужен. Кстати, ничем особо не обоснованно. А вот главное действие начало там димедрол, который вас усыпит. Вы уснете и выздоровеете, если заболели гриппом. Когда вы уснете, вы, конечно же, еще накроетесь одеялом и будете лежать в тепле. Вот это очень важное условие. Потому что то, что, собственно говоря, вызвало у вас вот этот грипп, и почему грипп практически всегда ассоциирован с холодным временем года, это именно то, что делает холод одним из главных факторов, снижающих нашу неспецифическую сопротивляемость. По-русски она называется простуда. И является очень точным обозначением того процесса, который здесь происходит. Это проникновение стужи внутрь вашего организма. То есть не просто вы находитесь в условиях переохлаждения, а когда холод начинает внутрь вас проникать. Это значит, что обширные зоны тела оказываются при пониженной температуре. Поскольку они оказываются при пониженной температуре, скорость перемещения макрофагов там резко снижается. Вовремя, в нужном месте, например, в легких, они оказаться не могут. И когда туда попадает какая-то инфекция, вероятность того, что организму придется включать средства в виде лимфоцитов, а если продолжить аналогию с полицейскими, то лимфоциты – это уже просто солдаты. Вот полицейские, они обладают определенными возможностями контроля ситуации. Если она начинает выходить из этого контроля, это означает, что количество чужеродных элементов резко возрастает, то от полицейских толку мало. Нужны уже не полицейские, а военные, то есть солдаты. Вот эти лимфоциты, которые представляют собой солдат, настоящих солдат, у них есть буквально в геноме прописана команда на уничтожение конкретного антигена. Это приказ, по которому действует любой солдат. Солдат имеет приказ, он и получил приказ, и он его выполнит. То, что происходит в условиях холода, о котором мы только что говорили, как в начале любой инфекции, довольно наиболее распространенной. Не только холод снижает иммунитет и другие, в том числе и перегревание тоже может снизить. Но в любом случае, когда это снижение происходит, неспецифического иммунитета оказывается недостаточно или врожденного. И приходится использовать специфический иммунитет. И уже здесь обязательное условие это так называемое воспаление. Где первым признаком воспаления является повышение температуры. Вот в контексте того, что простуда является наиболее распространенным вариантом снижения иммунитета, то, что при воспалении температура возрастает, это даже нашло свое отражение в рекомендации не сбивать температуру, если она не повысилась слишком высоко. Потому что вот это повышение температуры само по себе является лечебным фактором, потому что он позволяет быстро перемещаться клеткам внутри. И в действительности часто сложившееся представление, что высокая температура как-то плохо действует на бактерии, оно ничем не подтверждено, особенно есть некоторые термочувствительные бактерии, но подавляющее большинство бактерий и вирусов гибнут при гораздо более высоких температурах, чем те, которые у нас внутри. У нас внутри максимум 40 градусов. Слушай, 42 это уже терминальное состояние. А вот 36,6 или 37 внутри организма это для многих бактерий вполне благоприятная среда. и они спокойно там существуют. Например, вирус гриппа погибает только при 60. Так, за справки. А что такое стерилизатор, который необходим был для обеззараживания медицинских инструментов, то там не просто так поддерживалась температура 120 градусов, потому что настоящая стерилизация только этого достигает. Поэтому говорить о том, что там какое-то повышение температуры на 1-2 градуса как-то влияет на бактерий и вирусов это уже не актуально. А вот повышение температуры позволит запустить более подвижность, более быстрое движение клеток это да. Другое дело, что за всем этим у нас еще есть и проникновение просто белка. И вот эта вторая часть тут, которую как раз открыл Бауэль Эрлих в компании с Илья Ильичем Мечниковым это другой специфический иммунитет, но он немножко разбавлен, то есть он и там и там присутствует. Специфический, потому что он тоже вроде бы относится к классу лимфоцитов. Это так называемые бурсозависимые или Б-лимфоциты. Причем сами они не контактируют с антигеном. Они производят специальные белки называемые иммуноглобулины разных классов. Их обычно называют антитела. Причем эти антитела, если они находят антиген, они тут же с ним соединяются. То есть каждое антитело специфично каждому антигену. то есть обладают повышенным химическим сродством к нему. Поэтому если антитела, как белки, оказываются в достаточном количестве в крови, и они настроены на конкретный антиген, они быстро с ним соединяются. Они фактически метят. Если этот антиген прикреплен к клетке, клетка оказывается помеченной. Дальше ее сжирает какой-нибудь рядом проходящий макрофакт. Уже быстро, без распознавания. Или лимфоцит, который на него настроен. Если это просто белок, который крутится в крови, он тоже нейтрализуется, образуя так называемый иммунный комплекс. В любом случае, по этим антителам на сегодняшний день очень многое выявляется у нас в организме. И та неприятность, которую теперь мы рассмотрим, она очень хорошо следует из той аналогии, которую мы только что рассмотрели. Вот если мы макрофагия рассматриваем как полицейских, а лимфоциты как солдат, как армию, то готовы ли вы жить рядом с танком, который у вас по улицам прокатывается. Это тоже та же самая аналогия. Мы не можем находиться, когда рядом находится армия, потому что армия это армия. Поэтому мы на самом деле хотим, чтобы она была где-то там, а наше благополучие обеспечивали только полицейские, которых мы можем снимать на видеокамеры, обвинять во всех смертных грехах, и прочее, и прочее, и вообще их контролировать. Попробуйте то же самое сделать с армией. Сразу получите пулю в лоб просто. Я не буду правы, потому что у них свои задачи. Вот примерно так же ведут себя клетки, когда у вас получается болезнь. Болезнь это война, в которой и происходит уничтожение как своих клеток, если они поражены вирусом, так чужеродных клеток, если это собственно чужеродные бактерии. И война это идет по принципу ничего, что сарай сгорел, зато крысы сдохли. То есть у вас внутри происходит массированное разрушение ткани. Собственно второй признак воспаления отек. Это результат в том числе гибели клеток, содержимое которых вытекло и которое надо куда-то девать. Пока они не рассосались, у вас будет это в виде обширных вот этих отеков. Туда же необходимо доставлять кровь, потому что именно она является носителем всех этих иммунокомпетентных клеток, поэтому покраснение является еще одним признаком воспаления. Болевые рецепторы здесь тоже раздражаются. Боль четвертый признак. Это классические медсестровские признаки любого воспаления. Повышение температуры, отек, покраснение, боль. Нарушение функции это уже медицинская, то есть врачебная епархия, они должны это определять. А вот по этим признакам каждый из вас может легко определить, что у вас воспаление. То, что при воспалении на самом деле внутри у нас идет война, эта война может, к сожалению, из-за того, что в каждой клетке лимфоците есть вот эта команда на уничтожение конкретного антигена, может оказаться так, и это, к сожалению, довольно часто случается, когда в команде оказывается команда на уничтожение своей клетки, своего антигена. Самая яркая иллюстрация в этом отношении это ангина. Воспаление в горле. Лимфатический воротник у вас оказывается воспаленным. ситуация известная многим неприятная, но именно по нее говорят, что ангина опасна не сама по себе, она опасна так называемыми осложнениями. Осложнение это значит, что у вас либо поврежденное будет сердце, либо суставы, либо почки, либо еще что-то. И когда стали выяснять, каким образом это получается, выяснилось, что тот инфект, который обуславливает ангину, например, золотистый стафилококк, когда его находят там, ни здесь, ни здесь, ни здесь не обнаруживается. А поражение есть. Кто его обеспечивает? А его обеспечивают лимфоциты. Либо клеточные, либо антитела, то есть B-лимфоциты, которые просто разрушают сердечную перегородку сустав, почки. В медицине это получило просто клиническое название танзила, поскольку медицинское название ангина небытовое танзилит. Танзилокардиальный синдром, перенос с горла на сердце. Танзилокардиальный синдром, перенос с горла на почки, на суставы, на все, что угодно. То же самое с ревматизмом. Стрептококк, да, стрептококк участвует, это известно. Но то, что вот этот ревматоидный фактор, который потом обнаруживается, уже сейчас является рутинным анализом, и он возрастает в ответ на первоначальную инфекцию, с которой организм каким-то образом перестает бороться, потому что наш организм, конечно же, старается избавиться от всех бактерий, которые к нам попадают, но с некоторыми он находится в постоянном сожительстве. У нас на коже, вот тот же самый золотистый стекелококк, который вызывает ангин, у нас на коже живет постоянно, и на слизистых тоже. То, что он эпизодически начинает поднимать голову, то есть запускает цикл размножения, и за этим следуют возвращающиеся ангины, это тоже хорошо известно. Если это происходит на коже, это будет банальный прыщик. На горле это будет гнойная ангина, которая там потом будет доведена до уже предельного выражения. Почему так происходит? Потому что иммунитету приходится постоянно формировать новые клоны лимфоцитов. Новые клоны это на каждую вашу воспалительную ситуацию организм, раз идет воспаление, которое вначале развивается, а потом сходит на нет. Значит организм выработал очередной клон, он с этим агентом справился, и после этого должен уйти. Известно, что существуют факторы, снижающие иммунитет внутри самого организма, после того, как воспаление закончилось. Потому что помимо лимфоцитов, которые получили название киллеры, это собственно убийцы, у нас есть еще и хелпереты, которые их усиливают, есть супрессоры, которые их подавляют. Они нужны. После того, как инфекция закончилась, распаление ушло. Именно выключить иммунитет избыточа. На сегодняшний день аутоиммунные процессы не только в отношении ангины, практически все внутренние болезни. Например, такая болезнь, как сахарный диабет. У нее много причин, но то, что клетки, которые в поджелудочной железе производят инсулин, вначале подвергаются уничтожению со стороны клеток иммунитета, это некоторое сопровождение, которое через некоторое время может полностью ликвидировать эти клетки, производящие инсулин. И человек получает сахарный диабет первого типа, который уже действительно неизлечим. В отличие от сахарного диабета второго типа, о чем мы тоже тут когда-то говорили. Внутри артерий образуются бляшки, которые закрывают их просвет. То, что они холестериновые, даже вызвало в жизни какое-то время борьбу с холестерином, хотя через некоторое время выяснилось, что внешний холестерин вряд ли в этом сильно участвует. А вот то, что вначале происходит воспаление, то есть разрушение этой стенки, а потом уже эта стенка зарастает в том числе и холестериновой бляшкой. Это стандартное описание атеросклеротических изменений внутри артерий. И начальное воспаление это тот же самый аутоиммунитет. Примерно уже два из так называемых болезней цивилизации практически имеют в том числе аутоиммунную природу. Про железы внутренней секреции, которые помимо пожелудочной железы также оказываются объектом атаки иммунитета. Самое распространенное это аутоиммунный тиреоидит, то есть поражение щитамидной железы. Это то, что выводит аутоиммунитет на первое место. Но важно понимать, что почему вдруг иммунитет начинает так интенсивно бороться с собственным организмом. Ведь его предназначение бороться с внешними инфекциями. Оказалось, что многие антигены, которые приносят внешние, поскольку это все-таки биология, это общие биологические закономерности, то организм хоть и может выделить какую-то специфичность, в нем все равно остаются общие черты даже с тем одноклеточным существованием, которое когда-то у нас было. Например, такое заболевание, как рак, это фактически возврат клетки в одноклеточное состояние, когда она начинает заниматься только размножением. В общем, это именно мутация клетки. и у нас очень многие процессы оказались совместимыми, то есть что это означает? Вначале к вам попадает инфекция, потом возникают клоны лимфоцитов для борьбы с этой инфекцией, инфекция это тоже, особенно если она относится к классу так называемых условно-патогенных, то есть вы с ней живете, она оказывается наиболее изменчивой. И изменяет она не только что она может изменять, она может изменять, функцию она не изменит, она так и была, так и остается, она может поменять какие-то антигены у себя на мембране. И если они оказались совпадающими с антигеном человека, точнее с белком совместимости ткани так называемой, то в этом случае иммунитет, будучи приобретенным, то есть он формируется каждый раз, когда у вас возникает та или иная инфекция, или инфекция меняется, он через некоторое время переключает свое действие с микробов на внутренние органы. И вот такая связь, которая фактически объединяет инфекционные болезни и внутренние болезни, особенно болезни дегенерации, которые на сегодняшний день являются главными причинами смерти современного цивилизованного человека. То есть раньше в основном умирали от инфекции, сейчас умирает от атеросклероза, сахарного диабета, метаболического синдрома, от онкологии. Эти все процессы оказались взаимосвязаны через иммунитет. Отсюда действительно нужно четко понимать, что либо мы каким-то образом, например, выключим контакт с бактериями. В частности, этим объясняется, почему люди, которые перемещаются на некоторое время в так называемую чистую среду, именно чистую, оказывается, образуют вот эти популяции долгожителей. Самое известное это среднеборье. Чистый воздух, мало бактерий. Так называемый северный полюс холода, поселок Аймекон в Якутии то же самое. Там зарегистрирована температура до 70 градусов и там долгожителей еще в советское время изучали, потому что никак не могли понять, почему они там оказались при таких условиях суровых. Оказались они там, потому что и мы чувствуем себя гораздо лучше, когда некоторое время находимся в безмикробной среде. Нас действительно угнетает пребывание в этой микробной аэрозоле, в которой мы находимся. Причем это не только субъективное ощущение, но и рутали экспериментальных исследований. Если мы искусственно в безмикробную среду поместим животное, оно будет жить дольше. Старость как бы отодвигается. В свое время даже Майкл Джексон в это поверил. и некоторое время жив в такой безмикробной среде. Правда, в результате что случилось? У него вот эти иммунитет да, выглядит он стал лучше, но из-за того, что иммунитет оказался неприспособлен твой окружающий ситуация там будет иметь обратную сторону. То есть мы в итоге находимся постоянно в балансе между необходимостью поддержания собственного иммунитета и тем, что контакт с внешними бактериями, постоянный контакт, фактически обуславливает развитие аутоиммунных процессов. Это мы изменить не можем, поэтому переместимся в другую нашу часть, где контакт с этими бактериями идет постоянно, независимо от того, где вы находитесь, даже когда вы находитесь в очень чистой среде. Это ваш кишечник. В толстом кишечнике количество бактерий на единицу площади гораздо больше, чем где бы то ни было, где бы вы не находились. И то, что сейчас очень активно изучается микробиом кишечный, причем с полными выходами и на патологию, и на поведение человека, говорит о том, что самое лучшее это все-таки обратить внимание на какие-то методы контроля именно вот этого кишечного микробиома, потому что там как раз начинается очень многое в нашей патологии, потому что там мы не можем избыток, мы все время носим эти микробы с собой, даже если вы оказались в самом чистом замечательном месте. Здесь самое простое это выяснить, что, собственно говоря, эти бактерии требуют, потому что эти бактерии на самом деле требуют только одного, они требуют только вегетарианской еды. Собственно, переход временный на веганский рацион, вегетарианский рацион в традиции смены мясоедов и мясокустов, то, что называется смена постов, мы здесь тоже об этом говорили, и это один из простейших способов поднятия иммунитета, когда вы переходите на вегетарианский рацион временно, то есть с этим связана необходимость иногда человека просто отказаться от белка и перейти на временное вегетарианское. Собственно, опять вернуться к белку, потому что белок все равно необходим. Мы здесь тоже об этом много говорили, но суть в том, что когда мы работаем или пытаемся поддерживать свой иммунитет в нужной кондиции, нужно помнить, что в народе, в традиции давно установлено, что собственно нужно для поддержания. И когда они говорят, что сибиряк это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается, это на самом деле всего-навсего противостояние холоду, как главному одному из патогенных факторов. То, что нам необходимо эпизодически обновлять свою кишечную микрофлору, это разного рода средства, которые и в йоге прописаны, которые я очень интенсивно занимаюсь, мы здесь немножко тоже об этом говорили, и традиционный образ жизни, который не случайно выработал вот эти смены месоедов и месоустов, то есть буквально две недели месоед, две недели месоуст, мы если об этом говорили, в соответствии с лунными фазами, это одна из таких простейших технологий. То, что образ жизни человека, который сейчас обозначен как здоровый образ жизни, включает в себя на самом деле и походы в баню, да, и это поход в баню, не случайно в народной традиции прописывается, как который день паришься, тот день не ставишься, и вылечился в бане, помогла ему баня, это все звенья вот этой простейшей цепи, почему это не активно развивается, потому что здесь нету как такового новаторства, потому что мы навсего берем опыт поколений, которые давно уже здесь сформированы, и просто применяем ее, потому что любое обращение к традиции, в каком бы то ни было виде, это всегда обращение к уже проверенным механизмам, и эти проверенные механизмы дают нам как раз ответы на многие вопросы для того, чтобы решить проблемы со здоровьем, так что иммунитет ваш это не средство, система, на которую можно сейчас сильно повлиять с помощью каких-то иммуностимуляторов, которые в итоге усилят ваш иммунитет, а значит усилят и аутоиммунные процессы, и наоборот, когда это возникнет, нам придется принимать иммуносупрессоры, то есть те, которые будут снижать вам иммунитет, иначе, например, те же аутоиммунные поражения суставов лечат кортизолом и его производными, которые являются иммуносупрессорами, но в результате иммунитет то активизируется, то снижается, а на выходе мы получаем то, что называется симптоматическое лечение, то есть не устранение причины, а только нивелирование симптомов, чтобы действительно повлиять на причину, нужно кардинально менять образ жизни. Это вот то, что остается исключительно в вашем видении. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!